В России состоялась акция образовательного флешмоба «Тотальный диктант». Добровольно проверить свои знания пришли и только ученики школы-студенты, но и те, кто уже давно сдал вступительные и выпускные экзамены. Десятая по счёту ежегодная акция на этот раз проходила не только в России, но и за рубежом. В Москве было организовано несколько площадок. На одной из них побывала наш корреспондент Татьяна Михевич. Раз в год у тех, кто давно закончил вуз и получил диплом, есть возможность вернуться обратно в школьные годы. Педагоги, сотрудники университетов садятся за одну парту с учащимися, чтобы написать «Тотальный диктант». Автором текста в этом году стала Дина Рубина. Она взяла актуальную на сегодняшний день тему об интернете. Такие вещи нужно делать, потому что с каждым годом растёт аудитория, которая желает присутствовать на этом, испытать собственные возможности для того, чтобы узнать свои ошибки, для того, чтобы можно было каким-то образом все пробелы существующие ликвидировать. Написать «Тотальный диктант» пришли люди разных возрастов. Желающих проверить свою грамотность оказалось так много, что самая большая университетская аудитория не смогла вместить всех. Была открыта дополнительная площадка. Это, знаете, как прям реклама истинных ценностей человеческих. Русский человек должен знать русский язык, поэтому это, я думаю, помогает развивать эту идею. Это, во-первых, интересно, поэтому я сюда и пришёл. И мне кажется, это полезно в том смысле, что русская грамотность, в смысле сейчас грамотность не на самом высшем уровне, и можно её улучшить, и это как популяризация. Я, собственно, как-то не собиралась, не думала об этом, но внучка, дочка, внучка, дочка работает здесь, уговорила, предложила мне, говорит, сходи ради удовольствия и своего, проверь себя. И внучка придёт сюда. Идею тотального диктанта придумали 10 лет назад студенты из Новосибирска. В этом году акция прошла в 35 странах мира, почти на всех континентах. Желающих поучаствовать в образовательном флэш-мобе оказалось тысячи. Были и те, кто приходил с семьями. Так здорово посадить за одну парту сына и папу, для того, чтобы сравнить качество знаний. Я решил поддержать своего отца, потому что вот, поскольку он учился так давно, он не писал диктант уже более 25 лет, и всё-таки поддержать тут наиболее главное. Во-вторых, мне самому интересно принять участие в таком важном мероприятии. В разных городах России диктант проходил в разное время, но списать у регионов соседей не получилось. Текст разделили на три части для Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Читали диктант актёры, музыканты, писатели. В МЭСИ диктором был музыкант Алексей Кортнев. Это впрямую лежит в сфере моих интересов. Я работаю со словом, я пишу что-то, занимаюсь переводами. И впрямую заинтересован в том, чтобы наши люди, наша публика, которая приходит в театры или на концерты, была грамотной. После проверки диктанта каждый сможет узнать, какие ошибки он допустил, а также проконсультироваться с филологами. Результаты организаторы опубликуют на сайте, однако фамилии указывать не будут, обещают полную анонимность. Тех, кто покажет лучшие результаты, поощрят подарками. Татьяна Михневич, Андрей Савин, Телеканал Просвещение.